Вы знаете, вот у нас сегодня уже окончание дня, я вот так подсчитываю, делаю какой-то анализ, и оказывается, что вот этот мой доклад, который я сейчас вам представлю, он в этом году, я его читаю, эту тему уже в пятый раз, и буду читать еще завтра на конгрессе по ДЦП, девятый конгресс. Поэтому я не удивлюсь, что если среди оставшихся слушателей будут слушатели, которые второй раз слышат меня с этой темой, третий раз слышат, потому что вот сейчас это уже пятый раз я захожу на эту тему. О чем это? Это, конечно, о том, что данная тема, она, я согласна с Еленой Владимировной, что это не что-то такое сверхновое, это не что-то такое неожиданное, а на сегодня это уже абсолютно отработанная технология, методика. Это абсолютно понятная ситуация по детям, что эти дети, они есть среди ваших пациентов, и если у кого-то еще нет детей с ИВЛами в домашних условиях, значит, вы просто их пока не видите, этих пациентов, но они у вас однозначно есть. Поэтому вот смотрите, я всегда как бы, а чем тут нажимать? А пультик можно? Буду очень бегло, потому что на самом деле тайминг дело святое. Вот, что мы себе представляем, у нас в городе Екатеринбурге 250 тысяч детского населения, и есть абсолютно европейская методика по расчету, сколько же детей должно быть в нашем городе с аппаратами ИВЛ. И у нас должно быть 25 детей, на 250 тысяч должно быть 25 детей. И какими бы ни были продвинутыми, грамотными, суперсовременными лидерами по Российской Федерации вот в этой методике сопровождения детей с ИВЛами, на сегодня у нас из 25 детей 16 только детей. То есть мы еще ожидаем, если к концу года, то есть 25 это точно должно быть больше, пусть будет, но меньше этой цифры не должно быть. Поэтому еще раз обратите на свои, скажем так, списочные состав детей, свяжитесь с генетикой, там где достоверно установлен диагноз. Если у вас ребенок не обеспечен аппаратом, и вы про него, ну как вы его обеспечите, если вы про него не знаете, значит идет вот эта вот недоработка. Еще очень важный момент, который я хочу до вас донести, что первый ребенок, который у нас появился с аппаратом ИВЛ в домашних условиях, это не медицинская была какая-то, знаете, инициатива, абсолютно не медицинская, это была инициатива родителей. То есть мама, ну достаточно современная, да, и когда она знала, что есть такой мировой опыт, европейский опыт, и она поняла, что она не будет в реанимации находиться своим первенцем ребенком, да, и она сделала все, чтобы выйти на благотворительные фонды, приобрести комплект респираторного оборудования для домашнего пользования. И нас уже, медиков, нашу паллиативную команду просто поставили перед фактом, что у вас через месяц будет ребенок с аппаратом ИВЛ на дому. Поэтому, знаете, вот родители наших детей, они, конечно, горы просто как сдвигают, они ломают медицинскую статистику, и на самом деле вот этот ребенок, первый, который на аппарате ИВЛ у нас появился в 2013 году, он сломал медицинскую статистику, которая написана у нас в учебниках, ребенок должен был погибнуть в возрасте от 6 месяцев до полутора лет максимум, до полутора лет. Ребенку на сегодняшний день исполнилось 7 лет, и мы, значит, торжественно готовились к тому, что мы его благополучно отдадим в школу, ну как это мы всех остальных детей отдаем, что будет приходить учитель и заниматься с ребенком, но мы не смогли ему найти преподавателя, который бы занимался с этим ребенком. У нас нет педагога, учителя начальных классов, который умеет разговаривать с неговорящим ребенком, объяснять ему картину мира, физические явления и прочее, просто нет такого педагога. Но мы постараемся за год тоже что-то сделать, поэтому вот дети, да, смотрим. Это наши больницы, они будут сейчас вот на этом останавливаться. Да, остановлюсь именно вот уже на то, то вот что, скажем так, на что обращаем внимание, да. Если вы видите вот таких вот детей, сколиоз, истощенный ребенок, сколиоз, второй, третий, там уже четвертой степени, сразу у вас должна возникнуть мысль, а что же там все-таки с легочной жизненной емкостью, жизненной емкость легких, да, какова же она. И когда мы этого ребенка, мы ведь его знаем, мы его там знали, допустим, уже, ну, года четыре точно у нас в реестре где-то был, в списках проходил, никакой речи не шло об аппарате, там, искусственной вентиляции легких для домашнего пользования, а когда смерили у него жизненную емкость легких и увидели, не тот ребенок, который на кадре, другой, что у него от жизненной емкости осталось 7%, 7. Как он живет с этой достаточной 7%, от 100% 7. Обращайте внимание на этих детей, смерите всеми возможными доступными методами, но уж не такая у нас, скажем так, уж упадочное здравоохранение, что нельзя ребенку провести элементарные вот эти вот диагностические процедуры. Потом, смотрите, отсутствие прибавки в массе тела, это тоже очень важно. Почему, скажем так, ребенок не поправляется, и у нас, видите, вот сегодняшняя наша секция, она ведь и началась с нутритивной поддержки, продолжается, это все логично, да, продолжается дальше вот моим докладом. Потому что вот так уже, можно сказать, исторически сложилось, что дефицитом массы тела занимаются почему-то палеотивные педиатры, да. Потому что, да, вот как сказала Елена Владимировна, что если диетолог остановится около пациента, а диетолог, при нашем привычном понимании, это пищеблок и составление карт-меню и еженедельного там меню, месячного меню, а диетолога около ребенка нет. Мы же понимаем, что мы нигде сейчас не возьмем огромную команду, армию нутрициологов, да. Даже те же самые гастроэнтерологи не решают нутритивные проблемы, поэтому это все ложится на врачей, на педиатров, палеотивных служб. И точно так же вот именно на нашу службу легла функция респираторной поддержки в домашних условиях. Хотя по идее там палеотивных детей, но смело можно процентов от 40 до 50 это не палеотивные дети. Но так как ими никто не занимается с респираторной поддержкой, мы этих детей ведем. То есть к тому, что есть дети, которые не вызывают какой-то тревоги за его состояние. И мы уже привыкли, родители привыкли, сам ребенок привыкает к этому респираторному дефициту. У нас отношение, ну профессиональная инерция. И потом, когда мы видим 7%, это, конечно, ну это катастрофа. На что мы еще обращаем внимание? Посмотрите, то есть вот эти вот патологии, там где ребенок, ну спастик ДЦП органик, и там где ребенок смадюшена, вот просто, как сказать, обращаю ваше внимание. Не надо дожидаться, когда у ребенка начнутся деформации грудного отдела позвоночника. Не надо дожидаться, у ребенка достоверно установлен диагноз. И мы четко знаем, как будет развиваться сколиоз, в каком направлении у него будет сколиоз, как он согнется, сломается, это будут безвозвратные. И потом те корсеты, которые уже на приобретенные деформации делаются, вот тогда мы почему-то начинаем. Ну мы что делаем? Мы же подчеркиваем то, что мы уже приобрели. И вот на слайде наша мама, это в очередной раз родители, насколько могут сдвигать нашу инерцию профессиональную. Это вот как раз первый ребенок, где мама говорит, мне не надо сколиоз, мне нужен корсет ребенку, нужен корсет. А мы-то ведь говорим, нас же вы учили сами, да, мы же по одним примерным учебником учились, что мы говорим, так нет, у вас нет изменений, вот будут первичные какие-то проявления, тогда мы корсет выпишем. Мама поломала нас, то есть мы уже потом встали на сторону мамы и убеждали вдвоем, мама и мы, специалиста палиативной помощи, и ортопеда, чтобы он выписал в направлении на изготовление корсета. И ортопед, просто зная нас, какие мы настырные, он сказал, да ладно, с вами спорить бесполезно, выпишем мы направление. Вот ребенок. И на сегодняшний день, вот на самом деле, это раннее ортозирование, это очень важный вектор сопровождения вот этих детей. Там, где мы знаем, что будут деформации грудной клетки, там, где у нас жизненно важные органы, легкие, про которые мы сегодня говорим. И потом, смотрите, вот на этом-то корсете вы же можете увидеть еще одну особенность, а тут не работает кнопочка, что вырезка, то есть у ребенка еще и гастростома установлена, она низкопрофильная, да, и в корсете сделана вырезка под эту гастростомку. Абсолютно все в наших руках. Вот, понимаете, тут нет каких-то препятствий, есть ребенок с его индивидуальными особенностями, потребностями, и эти потребности нужно решать и исполнять. Это вот тоже раннее ортозирование, опять-таки, с той идеей и стратегией, что не надо дожидаться, когда будут, наступят контрактуры. Даже когда, если вы увидите ребенка с ограничениями в суставах, да, уже задумаетесь, просто ограничения, вы видите, да, можно размассировать, вывести на все углы, и у ребенка, скажем так, функционирующий состав, но у него есть заболевание, мы знаем траекторию этого заболевания, развития. Не надо дожидаться контрактур, когда все вывалится, и там мы снова только будем уже подчеркивать уже приобретенную деформацию и ждать, когда же нам ортопеды скажут, хирурги, ну все, вот сейчас пришло время, давайте будем оперировать и будем заходить на очень объемную операцию с длительным наркозом. Да, вот этих детей мы все с вами видим, и вот эта вот девочка, она, на самом деле, вы видите снимок до операции, это знаменитейшая наша клиника, которая занимается, да, имени Елизарова в Кургане, вот поставлена эта конструкция, девочку эту взяли на операцию только потому, что у нее не было дефицита массы тела, когда у ребенка еще плюс сколиоз и плюс дефицит массы тела, его не возьмут на операцию. И как мама сказала этой девочке, что вот наши ляшечки нас спасли, потому что приехала девочка истощенная из другого региона, и ей отказали в операции, потому что сама вот эта конструкция, которую вы видите на регионском снимке, она может весить до 9 килограмм, это металл. Какой ребенок? Не все ребенки, да, вот уже и согласны прооперироваться, скорректировать, но опять-таки я вам этот слайд показываю для того, чтобы, да, мы можем и на раннее ортезирование пойти, да, мы можем и на сегодня это реальное, возможно, уже в такой запущенной, упущенный ребенок, упущенной возможности, можно все это скорректировать. И то, и то есть, но, пожалуйста, запомните вот эту девочку. И когда ей поставили вот эту систему, да, на позвоночник, скобы, знаете, что она первое сказала, когда у нее мама спросила, ну, что, как ты себя чувствуешь? Она говорит, дышать легче стало. Дышать легче стало. Насколько это, скажем так, значимо, а все же сравнение, да, было до, было после. Посмотрите, как мы, начинается все с очень простого, да, то есть вот до того, как поступит у ребенка вот то оборудование, которое мы поставили, сегодня специально сделана такая демонстрация, чтобы вы понимали, вот это оборудование, это то оборудование, которое на сегодня государственными программами, перечнем и законами, и приказами федеральными должны предоставлять на адрес, должны предоставлять бесплатно. Если еще до 2018 года благотворительные фонды очень массивно и интенсивно нас обеспечивали детей, то сейчас благотворительные фонды точно говорят, а мы как бы на другие программы уходим, потому что здесь должно предоставлять государство. Еще цель вот этой демонстрации, у нас немножко получилась как бы громоздкая кровать, но именно акцент на том, что кровать должна быть функциональна у ребенка, у нас маленьких детских кроватей, чтобы она была метр шестьдесят, и функциональной, у нас их просто нет. Но есть кровати, вот буквально уже в поездке сюда, есть кровать семь функций, которые превращаются в кресло, и в этом кресле уже точно не будет проблем даже заехать, выехать сюда, потому что вот на этой кровати была проблема даже завести ее. То есть представляете, ребенок абсолютно лежачий, он так фиксируется в кровати, его всего обволакивает, кресло, он поехал из положения лежа в положение сидя. Мы увидели эту кровать у нас у ребенка в адресе в нашей области, она нас восхитила. То есть вот просто нужно, скажем так, быть в поиске, в постоянном и в таком удивлении. Вот полиотиф он удивление постоянно вызывает, да. Дальше, смотрите, вот, но все-таки начинаем с того, что есть предельно простые вещи, и доступные это мешок амбу. Но нужно знать, что такое амбогимнастика, что такое амботерапия, в чем смысл ее заключается, и пока будет предоставлено вот это вот оборудование, абсолютно реально этим заниматься. И самое удивительное, что дети даже с самого раннего возраста, да, ребенок плачет, потому что ему что-то сюда вот суют, кто-то категорически отказывается, но есть дети, которые понимают, что им от этого хорошо. Я не говорю про детей там 8-9-10 лет, которые сами просят. И мы когда даем рекомендацию, что нужно делать до 200 вдохов принудительных в течение суток, думаю, наверное, не будут выполнять. И когда в адресе узнаем, что они там и по 200-то дышат, это точно и по 300, и по 400 в день, потому что ребенок четко понимает, насколько ему легко. И первый, опять же, комментарий от ребенка, ну, что как ты себя чувствуешь после амбу-гимнастики? Он так, о, в голове посветлело, посветлело в голове. Вот эта гипоксия, которая хроническая, к которой привыкает ребенок, она, конечно, очень такая коварная. Это вот как раз тоже вот то, что такое дополнение, акцент к предыдущему докладу, там, где прямо даже видела строчка, что кормим в сидячем положении вертикально. Запомните, пожалуйста, у детей со СМА нейродегенеративными заболеваниями только горизонтально. Это безопасность. Ну, что если ребенка мы такого кормим в положении сидя под углом, там, 30-40 градусов, как это во всех методиках рекомендуется, они захлебываются, они аспирируют. Их только горизонтально. И причем, вот посмотрите на слайдах, как можно кормить, да, и бочок, и даже полулежа на животе. Но это именно безопасное кормление, исключение аспирации. Правильное положение на руках. Правильное, вот, скажем так, вот эта подушка просеная, но волшебная штука, предельно простая, примитивная. То есть у нас есть уже такая, сначала, нет, мы ни одну подушку не набили, мы шили чехлы, сейчас до сих пор шьем чехлы, под детей раздаем в семьи, чтобы они сами съездили на птичий рынок, купили просо, набили вот эту подушку, у нее два размера, вы видите, да, рост и ширина, индивидуально под ребенка. Волшебная вещь, предельно простая и волшебная, действует, останавливается не будет. И вот, посмотрите, вот еще, опять-таки, вот это сохранение остаточной активности, максимальной самостоятельности ребенка при вот этом мощном прогрессировании, при нейродегенеративных заболеваниях, ну, при СМА, да, вот такая вот опора икеевская, которая, она развлекаловка для ребенка, для маленького, а она сейчас выручает, потому что ребенка ручки-ножки как бы на ленты подвешивают, эластичные. Если так, он не может совершить никакого движения, на этих лентах он совершает движение. Ребенку это очень нравится, потому что у него какая-то самостоятельность есть. Это вот на самом деле такой радостный момент. Растяжки, да, то есть вот тоже очень важно, растяжки ежедневно, обучение, методика. И самое, конечно, тяжелое у ребенка – это голова, которая давит на позвоночный столб. Если он, скажем, не делает ему эти растяжки, вот опять-таки, все эти сколиозы, они очень быстро прогрессируют. И тут опять мы ориентируемся на ребенка, как детям нравятся эти растяжки. Со стороны это смотрится очень, знаете, как-то зловеще, когда вот его тянут за шею, поднимают, думаешь, господи, ну сейчас что-то там или оторвут, или растянут, или еще что-то. Всегда смотрим на ребенка, ребенок улыбается, ребенку хорошо, значит, никакого вреда не приносится. Это вот, и вот эти растяжки, что в вертикальном положении, что в лежачем положении, это надо. И, конечно, бассейн, в котором вот эти растяжки еще легче и проще делать. И если есть такая возможность ребенка водить в бассейн, всегда помните, что температура должна быть не меньше 33, 34 до 35 градусов. Они почему и перестают ходить в бассейн, и они замерзают. Они замерзают, и никакого удовольствия и никакой пользы не получают. Поэтому редкий бассейн, который греет воду, больше 32 градусов. Надо искать такой бассейн, надо договариваться с ним. Вот смотрите, вот эти симптомы, на которые нужно обращать внимание. Вот они, симптомы. Избыточная дневная сонливость. Утренние головные боли. Кошмары во сне. Даже когда спрашиваешь ребенка, что ты видишь во сне, если он видит какой-то персонаж, он мне рассказывает. Я говорю, слушай, я не знаю, ты про какого героя мне рассказываешь. А что там происходило? Я говорю, ты в итоге-то убежал или не убежал от него? Он говорит, вроде как убежал, но так страшно было. Кошмары у ребенка. Даже маленький ребенок, он может... Ну, наши дети видят сны. Вот как раз те, которые с респираторным дефицитом, они видят сны. И очень яркие, и красочные. И они их запоминают. Это очень важный такой в анамнезе момент, да. Ночной храп с дыхательными паузами. Это вот у любой мамы вы спросите, да. Слышите, не слышите? Храпит, не храпит ребенок. Поведенческие проблемы. Да, конечно, а как они не будут у него поведенческие проблемы, если он не высыпается? Если он утром проснулся, а он не отдохнувший. А там какой-то план. Да даже то же самое, обо гимнастику сделать и растяжечку. Ребенок будет капризничать, он будет отказываться, и настроения нет никакого. Утренняя гипертензия тоже один из основных, скажем, таких симптомов, на которые надо обращать внимание. Потому что все это как раз вот на респираторном дефиците. И вот знаете, вот начиная пульсоксиметрия, это, знаете, такой профессиональный шок. Потому что когда приходишь в адрес, разговариваешь с этим ребенком, умницы невероятные. Поддерживают беседу на любую тему, высказывают свое мнение, личность сохранная. То есть вот видно там характер, видно, скажем так, как ребенок, насколько он самостоятельным может быть интеллектуально. И, значит, который вот у нас пальчиковый пульсоксиметр, вот сколько бы мы ни мерили, да, 96, 94. Ну, вроде как бы норма. И так думаешь, никакой катастрофы-то нет. И потом, когда ребенку поставили, значит, на ночную пульсоксиметрию и получили расшифровку, то есть поставили вечером, утром забрали, буквально там 5-7 минут, когда расшифровка идет. И когда ты видишь, что ребенок, вот он этот пульсоксиметр, да, это норма, это вот еще раз норма. И когда у этого ребенка видишь вот эту ночную катастрофу, посмотрите, вот сейчас крупнее будет. Вот все вот эти вот эпизодов только десатурации, здесь 500, 596 эпизодов десатурации за время с 21.05 до 7 утра 05. Посмотрите, сколько раз ребенок мог за ночь просто уйти, не проснуться, уйти и не быть с нами. А он опять проснулся, и опять пальчиковый пульсоксиметром, опять 94-96. А здесь-то посмотрите, критическая десатурация какая была. Не вижу, где она. Средняя десатурация, средняя 89 и пиковая десатурация 75. Вот катастрофа. И на самом деле вот как раз это вот, скажем, такой мониторинг того парня, который видишь вот эту расшифровку и думаешь, ну вот как мы там в следующий раз в семье даже, как позвонить? Вот ребенок живой, не живой, да? Что с ребенком? Абсолютно, скажем так, незатратный, но очень информативный метод посмотреть истинную картину. Дальше идем. Показания не останавливаясь, у нас есть методичка ИВЛ в домашних условиях, вот эта информация взята из методички. Как показания, так же есть и противопоказания для домашней вентиляции. Вот это наша динамика. Здесь я взяла с 2016 года, но опять напоминаю, что у нас первый ребенок в 2013 году появился. Посмотрите, диаграмма-то какая, столбики-то только ведь растут. Начинали мы с одного ребенка, 6 детей, 11, 18. В 2019 году у нас очень продвинутая такая статистика на эту тему. На сегодня 31 ребенок с аппаратами ИВЛ. И вот опять, когда мы говорим с аппаратами ИВЛ, это целый комплект респираторного оборудования. Снова, чтобы не заснуть, смотрим сюда, на меня, сюда, везде смотрим. То есть это целый комплект респираторного оборудования. Это все оборудование жизнеобеспечения. И опять-таки, смотрите, вот у нас вот этот столбик 2019 года, он не в завершении. Если у нас при благополучном стечении обстоятельств, вот к этим 31 ребенку добавится еще 17 детей. Еще 17. Это те дети, которые мы сейчас очень деликатно называем, мы же не можем себя, скажем так, подставлять тоже под разные проверки. Там слово скажешь, надо думать, что сказать. То есть это ребенок не тот, который прям остро нуждается в жизненно важном оборудовании, а ребенок находится по плановому обеспечению. Вот у нас на плановом обеспечении 17 детей. Очень аккуратными. Потому что вот те же самые следователи, когда говорят, так это у вас дети, которые они сейчас... Сколько вы их еще будете обеспечивать? Ну, у вас 17. Так они же ведь умрут. Нет, они не умрут. То есть вот та коварная болезнь, которую я вам показала. Вот смотрите. Вот выбор наших детей. Или ребенок, малыш, который лежит в реанимации. Посмотрите, у него ручки привязаны, точно так же ножки привязаны. Принесли ему вот эту игрушку, включили ее. Он увидел эту игрушку в возрасте 6 месяцев. Он напугался, что это такое. Потому что он привык к шуму, медоборудованию, пиканию вот этого стационарного реанимационного аппарата. Он привык к белым халатам. А на обыкновенную детскую игрушку он испугался. И второй ребенок, который вот наш, это цель, чтобы дети не попадали в реанимацию, а чтобы они жили в домашних условиях. Вот наши дети. И нет, не буду говорить про естественный путь, потому что это тоже такая достаточно спорная тема. И ее нужно обсуждать в таком хорошем, на круглом столе. Вот, назвала этот слайд кошмар участкового педиатра. Ну, действительно так. Потому что мы очень тесно взаимодействуем с участковыми службами. И мы их призываем к тому, что не надо пугаться. Потому что мы точно в таком же были испуге, когда мама по-свойски вкл-выкл, поменяла контур, поменяла фильтр. Там еще кучу манипуляций сделала. Я даже не поняла, что она делает. Потому что она как фокусник. Она и все поменяла, и все нормально. Я проходила через этот кошмар. Но на сегодня мы вот уже отражаем, да, где откашливатель, а где аппарат ЭВЛ. И аспираторы бывают разного вида, и пульсоксиметры бывают разного вида. Не надо этого бояться. И если вы когда сделаете вот этот первый шаг, переступив через испуг, а потом у вас будет интерес. Да, а этот чем отличается от этого? А тут-то какие фишечки? А этот-то вот чем? Изюмин и еще где, да? Вот это наши дети. Но это вот, знаете, всегда нужно помнить про то, что ребенок, который находится на длительной вентиляции. Вот представьте, если ночная вентиляция, то есть ребенок, допустим, там, ну, около 10, 10, 9, 8 часов находится в маске. Если дети непрерывно растут, да, запомните одну фразу, которая мне очень нравится, что ребенок в итоге, который зависим от длительной вентиляции, он все-таки должен походить на маму с папой, а не на ту маску, которую ему одевают на лицо. Потому что лицевой скелет растет, и он растет под эту маску. Поэтому масок должно быть много, с разными точками давления, с разными клапанами. Где-то вот клапан здесь, он мешает, где-то там у нас клапан сброса, да, то есть вот снова к тому, что у ребенка должно быть несколько моделей масок. И оказывается, очки, очки подобрать гораздо проще, чем подобрать маску ребенку. Оказывается, это сложно. Что еще? Ой, ну вот, космос работает, да. Да, вот я снова показываю вот эту методичку. Это продукт нашего учреждения, нашей детской областной больницы. То есть это вот такая удобная на пружинке, хороший формат, заламинированная, если на нее что-то прольется, ее невозможно сломать, она хорошо заламинирована. Это вот такая методичка по пользованию респираторным оборудованием в домашних условиях, по оказанию алгоритма действия для родителей в критических ситуациях, чтобы вот они прямо открыли и четко понимали, где что, начиная там и продолжая с телефонами, потому что с разных операторов по-разному вызываются службы скорой помощи. Это первое издание. Мы уже настолько, скажем, занимаемся долго этой темой, что сейчас у нас готовится второе издание этой штуки, мы ее будем подправлять, добавлять. То есть у родителей должно быть под руками, очень удобно в пользовании. Еще и главное, что она написана человеческим языком, не медицинскими терминами, а бытовым, понятным человеческим языком. Смотрите, в помощь нам, да, есть новинка этого года, детский палеотив, Василий Андреевич Штабницкий. Обратите внимание, заходите в библиотечку, скачивайте бесплатно. Есть у нас еще одна методичка, и я призываю всех познакомиться с Юрием Сава, который у нас, это просто, знаете, такой очень хороший источник информационный, снимает видеоролики про палеотив на сайте нашей ассоциации. Заходите, смотрите, там у него манера такая, он очень деликатно, без напряжения, и все предельно понятно. И коротко, пересматривать можно несколько раз, прямо вот с удовольствием. Это выбор, да, ребенок или в реанимации, или дома. Наши дети, как они живут с аппаратами ИВЛ. Плаваем в бассейне, прямо с аппаратом плаваем в бассейне. Валяемся в снегу, ездим на море. Сегодня, кстати, я слышала, как же поехать на море, это ребенку с аппаратом ИВЛ. Да, ездить надо, и ребенок должен быть за пределами квартиры со своим аппаратом ИВЛ. Вот еще у нас одно событие до этого года, с 23 июля. У нас, мы одна из трех площадок по ведению спинраза, это патогенетическое лечение. И я поставила вот эту информацию по событию года в самый конец презентации, потому что вы знаете, вот все, что до этого было мной сказано, как нужно вести, на что обращать внимание, этот препарат, он выстроит нам другую модель сопровождения детей, ну, со спинальной мышечной эндорфией однозначно. То есть, на самом деле, это, опять же, спинраза, как появилась, незарегистрированный препарат, 23 июля мы вводили, он был незарегистрированный. Он прошел регистрацию 8 августа родителей, в очередной раз родители. Родители наши, учителя, родители наши, скажем так, помощники, нам в профессиональном продвижении, они нам помогают. И родители, это, конечно, скажем так, ну, всемирное уважение космическое нашим героическим родителям. Посмотрите, у нас со всех регионов, ну, не со всех, а с регионов едут к нам, это и Пермь, Челябинск, Уфа, Тюмень, Курган, Саратов. На 10 детей нам дано, как бы, план, 9 детей у нас проходят. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Лариса Анатольевна. Я думаю, если у кого-то есть вопросы, мы можем просто, если это нужно, обсудить, поскольку время наше уже стекло. Спасибо вам большое, что вы были до конца этого долгого дня. Всего доброго, спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok